Добрый вечер! В прямом эфире новости в студии Натальи Винокуровой. О том, как началась рабочая неделя, расскажу я и мои коллеги. Итак, основные темы этого выпуска. В крае превышен эпидемический порог по гриппу и ОРЗ. Какие меры предпринимают власти и как защитить себя и своих близких от вируса? Сегодня просто каждый второй клиент, а может быть буквально подряд, он обязательно спрашивает про тему вирусную. То есть другие какие-то препараты, не то чтобы что они остались, они даже прям снизились в спросе. Краевые синоптики опубликовали предварительный прогноз на февраль. Ожидают ли они сюрпризов от погоды в последний месяц зимы? Весь январь у нас стоял так называемый, мы говорим, блокирующий процесс. Это когда на высоте 5 километров блокируется западно-восточный перенос, и циклоны к нам, собственно говоря, не могут проходить. Жители Красноярского эти выходные снова жаловались на резкий запах и подозрительный туман. Что говорят об этом специалисты? В городе у нас наблюдались только повышенные концентрации по взвешенным веществам. Я не могу ничего другое придумать, только взвешенное вещество, то есть это пыль. Но в целом уровень загрязнения по городу был высокий. Завершился турнир по вольной борьбе серии Гран-при Иван Ерыгин. Сколько медалей завоевали наши земляки, и какие поединки стали самыми зрелищными. Эти соревнования вызывают интерес тысячи-тысячи наслоярцев. Этот турнир проходит на высочайшем спортивном уровне. В Красноярском крае превышен эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРЗ. Причем произошло это по данным Роспотребнадзора впервые за пять лет. В столице края чаще болеют взрослые, а в районах дети. При этом в нашу редакцию звонят люди с жалобами. В аптеках подчас невозможно купить нужное лекарство. Ситуацией разбиралась Ольга Тишинина. Эпидемия гриппа и ОРЗ докатилась и до Красноярского края. Сейчас болеют почти 14 тысяч жителей региона. По данным Роспотребнадзора, эпидемический порог в Красноярске превышен почти на 5,5%, в крае почти на 18%. Специалисты просят не паниковать, но все же признаются. Такие цифры вызывают у них беспокойство. В поликлиниках и больницах сейчас горячий сезон. Врачи едва успевают принимать заболевших. В столице края грипп косит в основном взрослых. А вот дети стали болеть реже. В Роспотребнадзоре объясняют это из-за того, что в детских учреждениях начали проводить противоэпидемические мероприятия еще с 19 января. А вот в районах края ситуация с точностью, да наоборот. Там выросла заболеваемость среди детей. В возрасте от 3 до 6 лет эпидемический порог превышен на 16%. Впрочем, к примеру, официально в городе Назарова гриппа нет. Врачи говорят, помогла вакцинация. Ценары подготовлены. Обследования мы проводим на вирус гриппа, на респираторный вирус. Проведены обследования, прежде всего, детей до года. В исследованиях, которых мы провели, вирус гриппа мы не идентифицировали. Поэтому мы сегодня и говорим, что случаев конкретно зарегистрированного гриппа А или гриппа Б мы не имеем. Но готовиться надо, потому что мы знаем, что в прошлом году по опыту, в прошлом, позапрошлого года было смещение по диаграмме. И тогда эпидемия в Красноярском крае была в феврале-марте. В Канске ситуация тоже стабильная. И ни одну школу из-за эпидемии не закрыли. В Управлении образования говорят, все равно держат руку на пульсе. О росте заболеваемости их предупредил Роспотребнадзор. Все образовательные учреждения директора предупреждены, что при возникновении 20% случаев заболеваемости в классе или в группе, или во всем образовательном учреждении, проводится временное приостановление образовательного процесса. Проводится ежедневный осмотр детей при приеме. В школьных учреждениях это и измерение температуры, и осмотр зева. В общеобразовательных учреждениях также смотрится, чтобы ребенок пришел здоровым. В Роспотребнадзоре говорят, эпидемический порог в крае мы перешагнули впервые за 5 лет, поэтому беспокойство, конечно, есть, но не паника. Есть заболевшие гриппом АН1Н1. В Роспотребнадзоре цифры не называют, а вот по данным МЧС, свиной грипп зарегистрирован у 5 человек. Впрочем, по словам специалистов, это обычный сезонный вирус и лечат пациентов от свиного гриппа так же, как и от любого другого. А чтобы сдержать эпидемию, специалисты рекомендуют ввести ряд ограничений. Это разграничение приема температурящих больных. То есть это отдельный прием не через общую регистратуру, а поток больных с температурой, которые все-таки обратились в поликлинику, а не на дом вызвали врача, он разграничен. Что касается мероприятий массовых, как мы говорим, в закрытых помещениях, рекомендуем ограничить проведение в закрытых помещениях с тем, чтобы все-таки минимизировать дальнейшее распространение и нарастание эпидемии. Департамент транспорта Красноярска тоже забеспокоился и даже рекомендовал всем кондукторам в автобусах носить маски. Сдерживает эпидемию и вакцинация. По словам специалистов, от гриппа в регионе привито 944 тысячи человек. Тем не менее, жители края сметают лекарства с полок в аптеках. В Енисейске и Лесосибирске найти аксалиновую мазь и маски непросто. Продали все старые запасы, такой же ажиотаж и в аптеках Каннска. Спрос по сравнению с прошлым годом вырос в полтора раза. У нас препаратов хватает. Ну, конечно, не все же лечится аксалиновой мазью, потому что, ну, ее разобрали, да. Но есть очень много других противовирусных препаратов, достойных, исследованных. Поэтому беспокоиться не стоит. Хватает лекарств и в Красноярске, хотя запасы серьезно истощились, говорят, в одной из крупных аптечных сетей. Причем закупаются в основном здоровые люди. Сейчас лекарства, которых хватало на 2-3 недели, расходятся буквально за 2-3 дня. Противовирусные практически все в наличии сейчас есть. Ну, вот Томмифлю, самый спрашиванный препарат, мы заказали большую партию, то есть на эту неделю она должна уже прийти в нашу аптеку. Маски, то же самое спрашиваемое такое. Маски немного заканчиваются. Сейчас смотрели, сегодня там уже небольшое количество, но вот с дня на день тоже завтра должны уже поступить. То есть сегодня просто каждый второй клиент, а может быть буквально подряд, он обязательно спрашивает противовирусное. То есть другие какие-то препараты, не то чтобы что они остались, они даже прям снизились в спросе. Роспотребнадзоре говорят, в среднем эпидемия гриппа длится до 9 недель, но в крае обычно сроки меньше. В любом случае лучше не паниковать, а заняться профилактикой. Избегать общественных мест, чаще мыть руки, носить маски и не геройствовать. Если уж заболели, лучше не ходите на работу. И сразу же вызывайте врача. Ольга Тишинина, Алексей Овсяников и Андрей Крупнов. Новости. О росте заболеваемости сегодня говорили и на аппаратном совещании у губернатора Виктора Толоконского. Министр здравоохранения Вадим Янин сообщил, что за выходные только в краевом центре почти 2000 раз вызвали скорую помощь. И около 40% от общего числа вызовов от людей с жалобами на признаки острых респираторных заболеваний. Глава ведомства заявил, что на этой неделе будут приняты дополнительные меры, чтобы не допустить распространение гриппа. В том числе усилиться патронаж больных на дому. Губернатор потребовал ежедневно докладывать о текущей ситуации. Обсудили на аппаратном совещании обстановку с карантином в образовательных учреждениях. Сейчас приостановлена работа двух школ и пяти детских садов в Балахтинском районе. Там больше 20% детей заболели вирусными инфекциями. Также временно отложены крупные мероприятия, чтобы исключить распространение болезни. В детских домах и школах, интернатах все воспитанники были своевременно привиты. Долгожданное потепление пришло в наш край. Долго ли оно продлится? Каким будет февраль по прогнозам синоптиков? Расскажем в выпуске далее. В краевом центре сформирован пул промышленных предприятий, которые будут представлены на Красноярском экономическом форуме. По словам организаторов, это 12 производств, которые выпускают высокотехнологичную продукцию, востребованную крупными компаниями, флагманами экономики нашего региона. Цель выставки – познакомить гостей форума с такими производителями, наладить сотрудничество, найти рынок сбыта за пределами края, а может быть и страны. В правительстве региона говорят, что все 12 компаний-участников экспозиции получат поддержку, им помогут наладить связи с новыми заказчиками и стать более известными. Хочу подчеркнуть, что для края принципиально важна основная тема, основное содержание дискуссий форума. Край решает многообразные и масштабные задачи развития. Мы находимся уже на такой завершающей стадии подготовки стратегии развития края до 30-го года. И нам очень важно здесь и результаты дискуссий, и позиции ученых, позиции федеральных органов власти в тех или иных вопросах, проблемах развития. Мне очень важно, и это хочу тоже отметить, высокая активность научного экспертного сообщества края. А теперь немного о погоде. За аномальными январскими морозами пришел аномально теплый февраль. По крайней мере, это обещают синоптики. Они опубликовали предварительный прогноз. Дневные температуры в этом месяце будут выше нормы на 14 градусов. Уже сейчас чувствуется потепление. Ожидается, что всю неделю температура воздуха будет медленно повышаться. И уже к выходным термометры могут показать до плюс одного. При этом пойдет снег. Специалисты не исключают, что остатков в последний зимний месяц выпадет больше нормы. Вторая и третья декады тоже будут теплыми. Однако плюсовых температур не ожидается. Не прогнозируют пока сильных морозов. Стоит добавить, что февраль традиционно будет ветреным. И во второй и третьей декаде будет достаточно неустойчивая. Небольшие морозы будут чередоваться с оттепелями. И периодически будут смещаться циклоны. Периодически будет усиливаться ветер. То есть вот такая вот, в общем-то, неспокойная погода нас ожидает. Если весь январь у нас стоял так называемый, мы говорим, блокирующий процесс. Это когда на высоте 5 километров блокируется западно-восточный перенос. И циклоны к нам, собственно говоря, не могут проходить. Они все приносили довольно-таки такую плохую погоду на европейскую территорию России. То у них не гопады были, то оттепели, то еще что-то. А вот к нам они, к сожалению, не приходили. То есть у нас стоял антициклон, слабый ветер и восточные, и, в общем-то, достаточно плохие условия в черте города. И как раз на метеоусловиях в черте города жители сразу нескольких районов Красноярска в эти выходные снова жаловались на резкий запах и подозрительный туман на улице. Моя коллега Анна Московских сегодня выясняла, что же на самом деле витает в воздухе. И когда красноярцы смогут вдохнуть полной грудью. Густая дымка регулярно окутывает Красноярск. Эксперты говорят, неблагоприятные метеорологические условия. А жители краевого центра возмущаются. Какие же это условия, если и в горле першит, и глаза слезятся, и просто дышать невозможно. Новая волна жалоб захлестнула социальные сети в эти выходные. Люди публиковали фото и видео, на которых не видно соседних домов сквозь белесую завесу. А окна, вымытые перед Новым годом, покрыты слоем черного налета. Если сейчас выглянуть в окно, то можно наблюдать вот такой туман. На его техногенное происхождение указывает характерный запах промышленных выбросов. Причем я этот запах помню с детства. Последний месяц, наблюдая это почти каждый вечер, медленно накатывает волна тумана и держится всю ночь. Думаю, всем очевидно, что это вовсе не природное явление. В 70 метрах не видно многоэтажный дом. Это, кстати, парк наш на взлетке. Вечерняя прогулка оставила много впечатлений. Обычно в такое время не ходим на улицу, а тут вот вышли на свою голову. Люди возмущаются не только в сети. Мы опросили прохожих на улицах и практически все отметили. В минувшие выходные в городе снова было трудно дышать. Правда, многие связывают это с тем, что Красноярск все-таки промышленный город со всеми вытекающими. К тому же автомобилей на улицах становится все больше. Туман и все. Ну, был такой непонятный запашок, как будто что-то горело постоянно. Из-за того, что очень много заводов, машин надо пересаживаться, ходить больше пешком, пересаживаться на общественный транспорт. Может быть, тогда что-то будет лучше. У нас роза ветров, у нас низменное положение города. Мы, как горожане, ничего не можем с этим сделать, к сожалению. Это погода. Мы не можем перестать ездить на машинах, пользоваться тем, чем пользуемся сейчас. Режим неблагоприятных метеоусловий сохранялся в Красноярске три недели января. Тогда грешили на морозную и безветренную погоду. Теперь, казалось бы, холода отступили. Но вот дымка в воздухе никуда не делась. В Краевом управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды признают – вредные примеси в воздухе пока остаются. В городе у нас наблюдались только повышенные концентрации по взвешенным веществам. Я не могу ничего другого придумать, только взвешенные вещества, то есть это пыль. Но в целом уровень загрязнения по городу был высокий. То есть нет такого, что у нас вот раз и все снизилось, все до пониженного. Ленинский район – это улица Солнечная, 31 число. Там было много пыли к вечеру в 19.00. Также у нас были взвешенные вещества в Советском районе, то есть тоже концентрации превышали. В течение всего месяца в Красноярске выявляли превышение по фенолам, формальдегидам и другим элементам. Но вот источник загрязнения эти пробы, увы, указать не могут. Состояние экологии в Краевом центре всерьез беспокоит и природоохранную прокуратуру. Ведомство уже ведет проверки на предприятиях. У всех практически предприятий планы по регулированию выбросов в период НМУ не были согласованы с уполномоченным органом контроля, что также является нарушением закона. В адрес руководителей предприятия внесены уже представления на настоящий момент, где поставлен вопрос о приведении планов в соответствии с требованиями закона и в отношении должностных лиц возбуждены дела по административным производствам по статье 8.1 Кодекса административных правонарушений. В ближайшие несколько дней состояние воздуха в Красноярске не изменится, считают эксперты. Режим неблагоприятных метеоусловий продлен до вечера 4 февраля. Анна Московских, Александр Ловицкий, Павел Пателицын, Денис Тимошенко. Новости. Сегодня на Березовской игре в Шарыповском районе произошел пожар. Около 8 утра загорелся энергоблок номер 3. Он был сразу отключен автоматической технологической защитой. Кстати, это самый новый энергоблок станции. Его ввели в эксплуатацию в сентябре прошлого года. При проверке причин отключения в котельном отделении на 20-й отметке обнаружено сильное задымление. На место оперативно прибыли сотрудники пожарно-аварийной службы. Добавлю, что это уже второй пожар на третьем энергоблоке. Первый произошел 18 декабря. Тогда огонь удалось потушить за 15 минут. Причины сегодняшнего ЧП сейчас выясняют специалисты. Горение происходило остатков мазута и угольной пыли. Поскольку третий блок работает на угле. Пыль угольная, она взрывоопасна. Чрезвычайно взрывоопасна и пожароопасна. Поэтому, что там случилось, как там разберутся соответствующие следственные органы. По информации главного управления МЧС по краю, на потребителях сегодняшнее происшествие не отразилось. Их переключили на другие линии. Два других блока станции не пострадали. Известно, что во время пожара обрушилась значительная часть кровли. А общая площадь, охваченная огнем, составила 850 квадратных метров. На тушение привлекали 341 человека и 98 единиц техники. К обследованию провежденного энергоблока приступят не раньше, чем через сутки. В Красноярске открылся международный фестиваль парад звезд в Оперном, который продлится в течение двух месяцев. Кому посвятили первый гала-концерт артисты, расскажем после рекламы. Сенсация! Польский и испанский кафель по минимальным ценам, которых не коснулся Клурс. 19 фабрик, 72 коллекции, сотни тысяч квадратов кафеля в наличии на складах. Любые коллекции под заказ водолей. Привет, мы что хотим сказать? Низких цен иногда приходится ждать. Вот Нина ждала скидок на шубу красивую. Валера к зиме только цену на велик осилил. А Роме купили на распродаже формы. Так ожидания низких цен превращаются в норму. Хорошо, что бывает наоборот. Низкие цены круглый год. Низкие цены не зависят от сезона. 90 рублей в месяц за быстрый интернет и безлимитные звонки на Теле2. Тариф черный. Честно, дешевле. Впервые в Красноярске новое захватывающее шоу. Дельфины и пираты Карибского моря. 231-64-64. Торговый центр «Домер». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин В Красноярске завершился международный турнир по вольной и женской борьбе серии Гран-при Иван Ерыгин. Больше всех медалей заработала сборная России. Мой коллега Александр Лавинский боролся с желанием самому выйти на ковер. В международном турнире Ивана Ерыгина приняли участие более 270 спортсменов из 8 стран мира. По итогам трех дней соревнований в лидеры вышли Россия, Монголия и Япония. Всего в копилке сборной России 44 медали. 12 золотых, 9 серебряных и 23 бронзовых. У ближайших соперников наград в разы меньше. 9 медалей у Монголии и 5 у Японии. Свой вклад в такой отрыв от соперников внесли краевые спортсмены. Они заработали 2 золота и 1 бронзу. Их взяли Юлия Пранцевич, Виктор Лебедев и двукратный победитель Ирыгинского турнира Исраил Касумов. Спортсмены признаются, в этом турнире собрались сильнейшие из борцов. 70% спортсменов – будущие участники Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Все соперники, можно сказать, равны. Все очень сильные. Со всеми надо было. Не было таких легких схваток, чтобы взять и пройти. Все соперники были хорошие. По словам тренеров, три медали в общей копилке – далеко не плохой результат. Ведь бороться в Олимпийский год всегда сложно. Плюс ко всему, в этом году была и еще одна серьезная помеха в подготовке к турниру. Ребята практически полкоманды больше переболели буквально перед соревнованиями за 10 дней, за неделю. И поэтому, слава богу, что успели еще более-менее подвести себя, восстановиться. А так бы могли еще больше потерять медали. Один из ярких моментов турнира, который надолго запомнится зрителям – это победа российского борца Анзора Балтукаева над Олимпийским чемпионом из США Джейком Варнером. В последние секунды схватки Анзор поставил сокрушительную точку, буквально швырнув противника на ковер, и в итоге победил со счетом 3-0. На церемонии закрытия турнира, кроме медалей и кубков, борцам вручили и специальные награды. Приз губернатора Красноярского края номиналом 300 тысяч рублей получил Израил Касумов. Сертификат на 250 тысяч от главы города вручили красноярке Юлии Пранцевич. А приз в 50 тысяч рублей за лучшую технику достался Нургуну Скрябину из Якутии. Вручили награды руководители города и края во главе с губернатором Виктором Толоконским. Глава региона поблагодарил спортсменов за достижения и подчеркнул, что с каждым годом турнир Ярыгина становится не просто брендом Красноярска, но и престижнейшей международной спортивной площадкой. Эти соревнования вызывают интерес тысячи и тысячи настоярцев. Этот турнир проходит на высочайшем спортивном уровне. Этот турнир дает нам новые рейти, новые и на будущих чемпионов. Как рассказали организаторы соревнований и тренеры, 27-й Ярыгинский турнир стал своего рода отборочной ступенью. Его победители поедут в Латвию бороться на чемпионате Европы. Александр Ловицкий, Всеволод Никитин. Новости. Но в Красноярске открылся седьмой международный фестиваль парад звезд в оперном. Первым его событием стал большой галоконцерт с участием солистов Центра оперного пения Галини Вишневской. Как и известные произведения смогут услышать зрители фестиваля в течение двух ближайших месяцев, расскажем прямо сейчас. Со сцены красноярского оперного звучат отрывки из классических произведений. Регалетта, Аида, Травиата, Пиковая дама, Сила судьбы и многих других. Здесь прошел галоконцерт, который дал старт седьмому международному фестивалю парад звезд. Он посвящен великой оперной певице Галине Вишневской. Выступить перед красноярскими зрителями приехали ее ученики. Особенность в том, что Красноярский театр празднует 90-летие этой певицы первым в России, наверное, в мире. И, конечно, программа вся выстроена так, что все спектакли, все концертные номера – это те спектакли, номера, где когда-то блистала сама Примадонна Галина Павловна. Я буду исполнять арию Виолетты из оперы Травиата, эстрану. Мне кажется, это одна из самых сложных арий для сопрано. В то же время одна из самых любимых оперов в моем репертуаре. Мне кажется, перед зрителем главное дело быть честным и правдивым. Надо дойти до глубины души зрителей. Постараемся это сделать. В Красноярск приедут дирижеры из Италии, США, Чехии и других стран. Вместе с ними выступят более 30 ведущих мировых солистов. Парад звезд ежегодно собирает тысячи зрителей, причем не только из краевого центра. Многие ради такого события специально едут в Красноярск из других городов и районов. В антрактах ценители оперы делятся первыми впечатлениями от новой программы фестиваля. У меня все интересно очень. Я люблю вот такое возвышенное, тонкое пение, балет. Нам очень нравится. Мы как-то себя находим как-то в спокойствии, какое-то душевное равновесие. То есть помогает это. Как будто мы поприсутствовали с ними рядом. И поговорил не кто-то за нас, а мы поговорили сами с ними, узнали о их любви, увидели их, искренность их отношений. Поэтому на душе тепло. Парад звезд в Красноярске будет продолжаться два месяца. За это время в краевом центре дадут более десятка спектаклей и два гала-концерта. Заключительный состоится 30 марта. Анна Московских, Александр Ловицкий, Всеволод Никитин. Новости. Короткометражный фильм «Честь никому» сняли кадеты из Каннска. О чем это кино и какие престижные награды уже получили его авторы? Расскажем в третьей части нашего выпуска. Есть вещи, без которых можно легко обойтись. Но их так сильно хочется. Обратитесь в АТБ. Возьмите кредит «Просто 15». Побалуйте себя или своих близких. Осуществите мечту. Кредит «Просто 15». Единая ставка 15% годовых. АТБ. Банк простых и быстрых решений. Раковина красивая, но займет пол в ванной. Это слишком широкая. Слишком квадратная. Вот. И полочка, и зеркало, и шкафчик. Мое. Среди трех сотен моделей санфоянса каждый найдет для себя ту самую. Водолей. Желаем вам только хорошего. Привет. Мы что хотим сказать? Низких цен иногда приходится ждать. Вот Нина ждала скидок на шубу красивую. Валера к зиме только цену на велик осилил. А Роме купили на распродаже формы. Так ожидания низких цен превращаются в норму. Хорошо, что бывает наоборот. Низкие цены круглый год. Низкие цены не зависят от сезона. 90 рублей в месяц за быстрый интернет и безлимитные звонки на Теле 2. Тариф черный. Честно, дешевле. Вы расслаблены. Вы легки, словно перышко. Одной рукой вы нажимаете на кнопки пульта, другой пересчитываете сэкономленные деньги. Вам хорошо. И впереди у вас еще более 60 каналов. Опять перед телевизором сидит. И нет, крики чаек не тревожат вас. Вы спокойны. Как вам? Пакет легкий. Более 60 каналов от 50 рублей в месяц. Спутниковое телевидение и телекарта. Живите с легкостью. Спасибо, что остались с нами. Вернемся к новостям. Короткометражный фильм, снятый Каннскими кадетами, стал призером сразу трех конкурсов. Лента под названием «Честь никому» рассказывает о воспитании подрастающего поколения. И, как уверяют авторы, сценарий они писали на основе реальных событий. Убедимся в этом в нашем следующем материале. Само название фильма – цитата из старинного кадетского девиза. «Душу Богу, сердце даме, жизнь государю, а честь никому». Впрочем, о поре дореволюционного кадетства в картине напоминает только исполненный за кадром старинный романс. «Вот так уж мир устроен или ты, или тебя. Ну, может, больно противно так жить. Ну, может, почему-то дореволюционный кадет». Картина получилась философской. Авторы вместе с ними и зрители размышляют о том, по каким принципам жить, какой выбор делать и что считать порядочностью. «Отстань!» Девятиклассник Никита, исполнивший одну из главных ролей, рассуждает об актерских задачах, которые перед ним поставил режиссер. «Актер, который передает зрителю те моральные качества, которые должны быть присущи в наше время. У нас в фильме снимается двое человека. И я противоположность тому персонажу, который ворует, например, который живет не по чести, который обманывает». Работали над фильмом несколько месяцев. Замысел возник у руководителя кадетской видеостудии Елены Репиной. Парни откликнулись и совместными усилиями написали сценарий. «Мы написали сценарий. Мальчишки старались, чтобы диалоги были максимально приближены к жизни. И вообще у нас весь фильм, практически все моменты взяты из жизни. нашего корпуса. Поэтому тут он…» «Ничего придумано?» «Нет, ну, конечно, мы как-то что-то видоизменили. Но основные какие-то сюжетные моменты, они взяты отсюда». Снимали и монтировали кадеты самостоятельно. Несмотря на то, что для ребят это первый киноопыт, получилось весьма неплохо, считают участники съемочной группы. «У меня мама художник. У меня, считайте, это в Крым, кадр делать. Ну, походу. Сначала методом тыка просто проверял, что какая кнопка делает. Подставлял, пытался на видео применить. А эффекты какие-то, да? Да. А позже мы уже посещали курсы в городе Боготоле. Там меня учили другим программам. Работе с ними». Результат многомесячной работы – успешное выступление и призы сразу на трех серьезных видеофестивалях. Два места на международном конкурсе «Свет миру», победа на Всероссийском фестивале «Юные таланты отчизны» и, наконец, высшая оценка жюри краевого фестиваля имени известного кинодеятеля Трегубовича в Боготоле. Александр Ловицкий. Новости по материалам телекомпании «Канск. Пятый канал». И на этом наш выпуск завершен. Служба информации телеканала «Анисей» желает вам приятного вечера. Берегите себя, не болейте и оставайтесь с первым краевом.